27 мая губернатор региона Сергей Живачкин представил Законодательной Думе Томской области отчет о работе исполнительных органов власти за 2020 год и шестилетний период с начала реализации стратегии социально-экономического развития региона, утвержденной областным парламентом в 2015-м. Глава региона отметил в отчете, что високосный 2020-й стал тяжелейшим годом для всей страны, регионов, отраслей, предприятий и семей. «Последствия прошлого года мы будем преодолевать еще долго», – подчеркнул губернатор Сергей Живачкин. Самая масштабная эпидемия XXI века вызвала глобальный экономический кризис. Снижение темпов развития отраслей, больно ударившая по нефтянке сделка ОПЕК+, разорванные цепочки экономических связей, напряженность на рынке труда, социальное разобщение. К сожалению, наша Томская область не стала островом благополучия в этом бушующем океане. 366 дней мы с вами боролись со стихией, но при этом были не сторонними наблюдателями, а активными участниками. Губернатор акцентировал внимание парламентариев на то, что регион справился с острейшим кризисом. Власть выполнила все социальные обязательства, поддержав жителей и бизнес. «Считаю, что мы справились в первую очередь благодаря конструктивной работе исполнительной власти и депутатского корпуса. Благодаря продуманным государственным мерам поддержки ведущих отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства, нуждающихся людей. К сожалению, нам пришлось отказаться от ряда новых проектов, но мы максимально сберегли и здоровье людей, и здоровье экономики», – сказал Сергей Жвачкин. «Глобальный коронакризис открыл для нас новые возможности. Экономика региона не только прошла стресс-тест, целый ряд отраслей и в этих жестких чрезвычайных условиях показал динамику роста. А бизнес и социальная сфера ускоренными темпами приступили к цифровой трансформации», – отметил глава региона. Губернатор Сергей Жвачкин подвел промежуточные итоги национальных проектов, которые в регионе реализуются с 2019 года. Национальные проекты президента стали не просто самыми значимыми в новейшей истории государственными инвестициями, они кардинальным образом меняют ситуацию в экономике и социальной сфере нашей области. Итоги их реализации не в цифрах и отчетах, а в повседневной жизни людей. Они приносят реальные и позитивные перемены, которые видят жители Томской области.